Включаю радио, слушаю все, что там играет. Нет такого определенного. Руки вверх, думаю, это кто-то написал или... Я ошибся так. Я действительно слушал в детстве, но это не моя любимая группа. Вы нам в Калинин сегодня рассказывали, что вас в 6 лет привели в зал, вы там просто ползали по ковру. Да, сначала игра для меня была, я просто приходил, проводил свои время, боролся. Игрался с друзьями, не было никакой особенности, я их тренировал. Я помню, приходился с мягкими игрушками, с мягкими заяцами. С какими? С заяцем у меня был в игрушечне, я оставил на тумбочку, и шел тренироваться, и сказал, что он меня смотрит. Заяц, понял? Да. Нет, заяц, к сожалению, порвался. Тогда я помню, я бы его схоронил. То есть, по возможности, мы потеряли где-то его. Аккуратно сколько старше? В раз старше до 6 лет. Мастер спорта сказал, да? Да, мастер спорта – это правильный победитель первенства России. Я так понимаю, тебя мама и брат воспитывали, да? Да, меня мама и брат воспитывали. Так получилось, что маме пришлось уехать. Мне было тогда 16-17 лет, маме пришлось уехать, потому что мы там очень жили. Не то, что это тяжело, но мама встретила человека и приехала в Болгарию. Но она спросила меня о вершине. Я, конечно, говорю, мам, конечно, езжай. И нам будет с братом легче. И полностью меня стал воспитывать брат. Ну, вообще, с детства. Вообще, брат с детства за место отца. Он всегда увлекал меня, потому что я из отца рос. Отношения между братьями, оно всегда складывается? Да вы что, да вы что. Для меня брат с детства, как отец. И дальше брат женился, и жена и брат, они делали все, чтобы я готовился. Чтобы я ни о чем не думал. Жена, брат, она прекрасно готовит. Я прихожу домой, я никогда не думал о том, что мне не будет ничего покушать. А, кстати, вот завтра у меня прилетает мама из Болгарии. Она и в прошлом году приезжала. Я могу сейчас возможность съесть. И она будет очень часто приезжать. Так что очень хороший момент. Нет, не сюда приезжает, а домой ко мне приезжает. Она уже заранее взяла ответ и очень хочет меня встретить. А почему здесь нет ни брата, ни мама? Брата, жена, да. Мама бы приехала, но я не дал согласия. Так как это очень тяжело было бы ей. Если бы что-то случилось, он бы не выдержал. Поэтому я переживал за ней. Она не смотрит и сегодня целый день стояла в цирке, молилась. Серьезно? Да. А когда после не раздрался с братом? Ну все равно же без конфликтов не оборудов. В детстве дрался. Он на шестерсах вообще. Да. Бесполезно драться с ней. Брата я всегда уважал своего. И у нас никогда не было с ней. Ну, были они, конечно, в детстве, но это такие несерьезные. У тебя интересный институт. Ты сходишь на аграрном университете? На агроном учишься, получается? На юриста. На юриста агронома? Да. На юридическое агронома, государственное агроном в Новосибирском университете. А зачем на юриста? Ну, так получилось, что я закончил училище Олимпийского резерва и поступил в предложение поступить именно в этот институт. Тем более там не так тяжело учиться, потому что у меня очень тяжелый график тренировочный. он постоянно сборит тренировки. И я поступил так. У меня там хорошие отношения с деканом. Боря Капетович Картучан, он очень хороший человек. И сейчас он болеет. Тоже болел за меня и переживал. Он очень много мне помог и в учебе, и в советовании. Зачетами все нормально, да? Проблем не было. Бывает от практики? Ну, я у меня был, я как бы, это не то, чтобы я вообще не учусь. Я прихожу, когда у меня есть время, и сдаю долги. Ну, по-честному? Ну, это в последнее время, конечно, тяжело это удавалось, но раньше, когда я учился на первом и втором курсе, я старался. А вот действительно практика была какая-то? Потому что если при МВД, то, знаешь, там ловят преступников. А здесь ты сейчас все укроза воружишься. Я практику пропустил. Я в это время тренировался. Серьезно? Да. То есть юрист ты будешь не очень хороший, да? Юрист я был плохой, да. Ром, ты сказал, что вот жена брата хорошо кормит. А здесь не было проблем с едой? Нет, вы видели здесь какой стол? Вот здесь все в порядке. Нет, у нас никакая деревня мы не видели. Да, там шикарный стол. Там наоборот выдаются? Да не, мне понравилось, в принципе. Там столько еды. А любимая? Конечно, самая хорошая еда – это домашняя пища. Какая? Все, что она готовит – это сверху. Где же что-то вообще любимое? Любимое. Печенка? Да. Вот это, я думаю, самое любимое. А вообще вот сейчас вы до сих пор вместе живете или перепутаете? После чемпионата мира мне дали квартиру, но сейчас мне делают ремонт. И может быть час, если после ампиады приеду, еду в нее, если мне будет, если ему закончится делать. Вот такие сумасшедшие призовые дают, там, дзюдо, допустим, 30 миллионов рублей. У вас такие же в борьбе? Честно говоря, меня не интересовало никогда призовые. Я даже не узнавал сколько там они. Я не об этом думал, а о достижении золотой медали. Ну, с другой стороны, сейчас у тебя свалятся и деньги. Ну, четыре с половиной миллиона ты получишь только от Минспорта. Вот и боксеры говорят, мексиканские, что в дорогом халате очень трудно вставать на тренировку. Да нет, что у меня есть мечта еще одна. Я хочу построить большой дом, чтобы вся моя семья там жила. В Новосибирске? Да, в Новосибирске. Поэтому я думаю, это стоит очень много денег. Поэтому я думаю, у меня не будет такой возможности, чтобы я шоковал как-то. Сколько? 200-300? Да, без разницы. Я еще не думал об этом.